Let's go, buddy! Уже по традиции начинается влог ночью. Рассказываю. Я прямо после зала не спал несколько дней. Ну, короче, я вам это все расскажу в этом влоге. Но сейчас я... Точнее, мы перегрузили с одной фуры все в другую. Сейчас 12 часов вечера. И уже в 7 утра или в 6 утра мы выйдем в оризонт. Поэтому, baby, let's go! Но очень сильные потоки ветра бьют в сторону. Это, короче, да, песчаная буря. Расскажу вам. Заехали мы на склад. Заехали по двойке. Это вот эти вот штуки. Их забираем. Это как став, которым выгружать и загружать удобнее. И взяли коробки, потому что в оризоне мы будем сгружать этот трак и загружать в новой локации другой. Рассказываем. Короче, не знаю, зачем эта информация, но просто мы сейчас грузим став рабочий. Трак уже загружен вещами. А это как аду. И выезжаем в оризонт. Мы уже выехали с Алейкой. Так, мы сейчас будем стартовать. Я в дороге пью изотоники, электролиты, вся фигня. А еще кто подписан на меня в ТикТоке, знает, что мастер спорта по энергетикам. Я пью их очень много. Кстати, вот все расскажу. Трип этот у меня начался еще в пятницу. Сейчас вторник. Я проехал уже не знаю, сколько тысяч миль. Разгрузил около 7-8 траков. Я уже просто сбился со счета. И каждый день сплю по 3-4 часа. То есть сегодня я вообще прям еле встал. В 6 утра вот еле встал. Вчера в час ночи лег. Прям очень было тяжело. Поэтому сейчас в сумке пару энергетиков. А я именно люблю такие суперкислые. Думаю, мы их выпьем чуть попозже. И выдвигаемся в Аризону. В Аризону, в пустыню. А потом... А я потом не расскажу. Потом будет еще один трип. Короче, решил вам показывать это все на Ютубе. Вам же было интересно. Поэтому погнали. Это левайсы за 20... За 20 сколько? За 24 доллара. Сейчас покажу. Поставлю камеру. Вот так вот. Все, я их беру и валим. Смотрите, еще вам покажу прикол. Видите, он копы летают со стороны в сторону. Это так притормаживает потом. На филе. Да, Макс? Это значит, что-то случилось? Это значит, что тебя хотят поймать. Мы только что с Максом решили, что кактусы... Вот как раз заехали на Ворку, на видос. Как всегда, не видно ни одного кактуса. Уже не на старой, так. Уже небольшие, не такие компьютерные, маленькие, как я думал. А большие. Я хотел рассказать про чай. Но сейчас я все-таки покажу вам кактус. Вот, смотрите. А? Видно? Это все кактусы. Короче, чай 50 миллилитров. Разбавляете, потом все засыпаете льдом, сахарозаменитель. И чай с льдом или молотом. Кроме энергетиков мы еще хаваем пончики, все дела. И при этом у Макса есть пресс, да? У нас нет. Нет, у меня тоже нет. Но когда-то он появится. Сто процентов. Короче, смотрите. А мы прибыли уже на место. Вот такой красивый вью. Вот этот полнейший траг. Он такой длинный и какой он полный. Сейчас всего этого не станет. Вон туда все залетит. Бэйби, let's go. Смотри, ребята. Let's go. Man, keep going, man. Okay, let's do this shit. Time to work. Что я хотел сказать. Тяжелый рот, но прикольный. Мы в Аризоне, ребята. Просто посмотрите, как это красиво. Америка это очень красиво. О, это токер. О, это токер. О, это токер. Покажу вам от первого лица. Очень тяжелая груша. Смотрите, какой красивый закат. Розовый. Американский. В Аризоне. Сейчас точно что-то упадет. Короче, тяжело. Потому что я понимаю, что страна гранит, это очень неудобно. Это не так тяжело. Очень. Ого, какой закат. Смотри. Вы вообще заметили, что мы приехали, когда еще светло-светло было, а уже темнеет, темнеет. Уже таскаем 3 часа. Вот, смотрите. Практически пусто, но теперь все нужно раскрутить. Скрутить кровать и шкафы. Короче, ребятки, ночь. Глубокая ночь. Мы только закончили, все выгрузили. Все собрали. 5 часов, чуть больше, чем 5 часов, но это все ушло. Устал. Очень хочу есть. Немного поспим и завтра на загрузку и обратно ввей. Поэтому как-то так. Вообще ночь, посмотрите, ничего не видно. А приехали, еще был день. У меня сейчас еще, может быть, если что-то будет, если будет ужин или в отеле что-то интересное, посниму. В любом случае, короче, посниму. Надеюсь, вам понятно, как работают грузчики в Америке. Фух. Короче, ребят, в таком качестве записываю видос, потому что в отеле не включается дополнительный свет. Что хотел вам рассказать? Немножко с вами поговорить. Во-первых, только что был в мексиканском заведении. Hello, вот оттуда кола. В ТикТоке, кто подписан, знает. Смотрю. Очень острая. Такой острый еды никогда в жизни не ел. Хотел поговорить, что сегодня опять мне оставили 100 баксов на чай. Вчера. Короче, я каждый день ебашу. Каждый день я сплю реально по пару часов в день. И мне позавчера оставила бабушка чаевые 120 долларов. Я для вас заснял видос в ТикТоке. И вот где я снимал видос, там я эти бабки и забыл. Потому что я не высыпаюсь, я очень устал. Я, короче, забываю очень много. Поэтому поработал просто так, можно сказать. И что я вообще хотел сказать по поводу работы. Это моя первая работа. Никогда не работал на работах. Ну, нигде не официантом, еще кем-то. Никогда. Я сразу, я в 16, ну, открыл свой первый бизнес. Это был обувной магазин. Но мне там в налоговой помогали родители, разрешения. Потому что мне нет 18, их там кведы туда-сюда. Вписать, выписать, нотариус. Все это было. У меня появилось, знаете, в своей голове. Я вот вижу бренд. Истерик лайф. И сто подо будет. И мерч, и спорпит. Я все это сделал. Просто конкретно нужно немножко времени. Потому что сейчас очень сложно. Особенно финансово. Очень трудно. Но мы справимся. Не первый, не последний раз. Короче, долго затянулся разговор. Но вам же интересно меня слушать. По крайней мере, вы так пишите. Поэтому хотелось поблагодарить за просмотр. Ой, стоп. За какой, блядь, просмотр этот. У меня завтра еще целый день рабочий. Поэтому завтра еще будет много контента. Не уходите. Это не конец видео. Это будет средин. А потом, возможно, это и будет все один влог. Я поеду сразу же в Майами. Поэтому вот так за неделю сплю каждый день по 4 часа. Разгружаю в районе 6, а то и более. Когда 2 разгрузки или загрузки часов в день. И плюс успеваю потренироваться. Сегодня просто не успел, потому что в отеле зал закрылся. Я очень поздно приехал. Но так, man, keep going. Keep going. Энергетика. Пью десятки в день. Да, знаю, что не полезно туда-сюда. Но я люблю это дерьмо. Все, что я делаю, я люблю это дерьмо. Поэтому завтра утром покажу вам видон. Помните, с бутылочкой. Повтори с бутылочкой. Пожалуйста, момент. Короче, такой был переход. Я сейчас в душ и спать. Потому что сил нет вообще. Может, по мне не скажешь. Но я просто уже на каком-то автопилоте. Энтузиазм. Люблю вас, бро. Люблю. Оп. Вот так вот порядок. Короче, ребята, проснулись. Нет времени снимать. Уже сходил в душ. Летим на завтрак. Но завтрак будет стопудово интереснее вот это. Рун-тур нет смысла вам показывать. Я думаю, поэтому что там интересного. Все, летим. Все, мы вылетаем с отеля. Сейчас фокусация на горах. И летим в завтрак. Надеюсь, что он будет в полотне. Вот как мы любим. Но там написано little. Это маленький breakfast. Поэтому, короче, сейчас заценим. Короче, ребят, Макс мне говорит, что я типа хамала. Но я это самое. Тут всего лишь выставили 5 кексов по йогурту. Я все забрал. Мы все забрали. Это, вон, вот это тоже все будет есть. Да, Макс? Ладно, нет. Это я какие-то швак. Стопейки. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Два раза залазить в машину. Потому что забываю снять для вас проводку, как я залазил в машину. Еще Макс поехал. Но это же, это же вот, смотрите, мы едем. Если что, держу в курсе. На ходу в пустыне. Очень жарко вообще. Вышли с отеля в тачку. Вот 2 метра, вот, кстати, отель. И все, уже потные. Но это может еще и за сахаром. Вот такой пустын. Короче, ребят, мы закончили загружать. Все, на всю упаковку, на загрузку у нас ушло в 7 или 8 часов. Я сейчас точно не увижу. И, соответственно, последний раз я ел. Это завтракал в 8 утра. Очень тяжело, потому что пустыня. Потому что очень жарко. Работа, в принципе, ну, я бы не сказал, что прям сложная. И я же говорю, повторюсь, что легкая. Потому что тебе ничего не нужно выдумать. Ты просто делаешь задачу. Но нужны перчатки обязательно. Потому что все руки разрезал, порезал. Очень хочу хавать. Сейчас поедем что-то, поедим. Baby, let's go. Милкшейк. Смотрите, как вы видите. Вот так вот здесь оба из вас с самым большим. И у нас их 2. Вот. Смотрите, видите, вот такой вот как пласт. Не знаю, чего это песчаная буря. Есть большая вероятность, что мы сейчас туда въедем, и нас несет просто как пескоструем. Я специально молчу, вам не слышно. Но очень сильные потоки ветра бьют. В сторону. Это, короче, да, песчаная буря. Вот Максик аж прям оплавливает рулем тачку. Прикольно. Смотрите, видите, ничего вообще не ведет. Как туман. Короче, вам камера не передает, но очень страшный вид. Вот смотрите. Только что уже было светло. Но ехали и тепло, и люто. Сейчас вам там послушать ветер чуть-чуть приоткрою окошко. Нет, это я не высовываю телефон. Вот с той стороны вообще. Так, ребятки, нашел немного света на ночь. Это конец этого влога, но не конец серии. Смотрите за моей спиной трак. Повторю, сейчас ночи. Завтра будильник стоит на 7 утра. В 7 утра я выезжаю в Лас-Вегас. Это будет вторая часть этого влога. Поэтому спасибо, что смотрели. Я уже не знаю, что говорить. У меня просто вот так вот все плывет. Просто так хочу спать нереально просто. Просто давайте. До встречи в Вегасе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...